МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда построят новую детскую поликлинику, новые сроки озвучила глава ФМБА. Трое детей погибло на пожаре в Вознесенском. Как предотвратить подобные трагедии? Новые имена. Саровчанка выступит симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Далее расскажем обо всем подробно. Очередные нерабочие дни ждут россиян. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила отправить работников по домам с 30 октября по 7 ноября. 20 октября президент поддержал эту инициативу. Подробности далее. Эпидемиологическая ситуация в стране с каждым днем набирает обороты. Заболеваемость ковидом до сих пор растет. В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в Россию нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом для ряда регионов с большим процентом заболевших предложили уйти на выходные уже с 23 октября. При этом это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19 в последний раз вводили на майские праздники. Они продлились с 1 по 10 мая. Тогда к выходным добавили 4 дополнительных дня. Поводом для этого стало обращение Анны Поповой, главного санитарного врача. Она объяснила, что в этом случае гражданам не придется несколько раз выезжать за город и возвращаться обратно в общественном транспорте. Свою инициативу Татьяна Голикова объявила на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Объявите нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября». Спросим, что думают по этому поводу саровчане. Против. Нельзя больших таких делать. Новый год еще, ладно, терпимо. Но чтоб такой праздник, это какой праздник? Нужно. И не пускать вот такие учреждения, чтобы никуда не ходили. Не распространяли. Ничего хорошего особо в этом нет. Потому что экономика довольно в таком тяжелом состоянии. И люди очень долго вкатываются в праздники и выкатываются из них. Поэтому мне кажется, что нужно быть просто более дисциплинированным. Потому что в такой ситуации нам еще очень долго жить. Люди многие разъедутся, опять будут собираться в группы. А тут все в одной команде быть. Думаю, нет. Почему? Наверное. Не знаю. Кто болеет, тот болеет. Все равно все поедут куда-то во время праздников. Контактов еще больше будет. Меньше будет контакта у людей. Поэтому я думаю, что убережет многих. Президент Владимир Путин согласился ввести в Россию режим нерабочих дней. Заработная плата сохраняется на весь этот период. При необходимости в регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября или продлены после 7 ноября. Саров посетили руководители ФМБА вместе с главой ведомства Вероникой Скворцовой. Первым делом делегация осмотрела ремонт в детской поликлинике на Курчатова. Затем руководство ФМБА посетило стройку на Чапаева. Там возводится новое здание поликлиники. Подробнее об итогах визита расскажем далее. Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года. Но из-за проблем с подрядчиком первоначальные сроки сорвали и стройку заморозили. Нашли нового подрядчика весной этого года. Вопрос со строительством объекта контролируют на всех уровнях делегации ФМБА. Периодически приезжают в наш город, чтобы следить за ходом работ. Новую дату окончания стройки озвучила глава ведомства во время визитов в Саров. Продвигается строительство. В настоящее время уже строится третий этаж. До конца года мы планы по году исполним. И в целом мы планируем ввести в строй поликлинику в конце 2022 года. Также руководство ФМБА обсудило с представителями городских властей КБ-50 текущие проблемы здравоохранения и перспективы развития клинической больницы. Посетило поликлиники и центры по томографии. В первую очередь усилия направят на совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Это не только обновление и строительство новых поликлиник, но и внедрение бережливых технологий, формирование комфортной среды для пациента. Возможность каждому жителю Сарова из дома, со своего смартфона записаться на врачу, вызвать домой бригаду, уточнить какие-то показатели по ОМС, иметь доступ к своим медицинским документам и так далее. Мы планируем вместе с государственной корпорацией Росстатом открыть новый центр промышленной медицины. Это будет мощный консультативно-диагностический центр. Второе направление работ – совершенствование помощи больным с острой сосудистой патологией. Важно иметь высокотехнологичную базу, чтобы лечить таких пациентов на месте, а не транспортировать в региональные сосудистые центры. Нам тоже необходим фактически новый центр приема экстренных сосудистых больных с включением новой службы рентген-эндоваскулярной, созданием круглосуточной ангиографии, возможности проводить коронар-кардиопластики, стентирование сосудов и коронарных, и сонных артерий. Как отметила Вероника Скворцова, планов много, и все они реализуемые. Большую помощь в этом вопросе ФМБА и КБ-50 оказывают РФИАЦ ВНЕФ администрации Министерства здравоохранения региона. Сроки сжатые устройства модульных центров планируют завершить за два года. Этот период времени используют для подготовки высококвалифицированных кадров. Правительство внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке и учете домашних животных в России. По мнению экспертов, это необходимо для предотвращения распространения заразных болезней среди животных, а также для выявления их возбудителей. В министерстве предложили сделать бесплатный учет питомцев, а само маркирование – за счет владельцев. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Почти 10 тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей. Случаи нападения фиксировались в период с апреля по октябрь. В числе пострадавших более 2 тысяч – дети. В половине случаев клещи нападали в лесах. Еще в 30% случаев присасывались в деревнях и селах. В этом году 5 человек заболели клещевым энцефалитом, в том числе один ребенок. Инфицирование происходило в Павловском и Таншаевском районах области. В Нижегородской области привито против гриппа 28% населения, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. В том числе вакцину от гриппа получили более 174 тысяч детей. Пока в регионе зарегистрировано 5 случаев гриппа А. Вакцины достаточно. На прививку в Сарове можно записаться на портале пациента. Напомним, грипп особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей. В поселке Вознесенском при пожаре погибло трое детей. Огонь распространился на 120 квадратов. Из горящего здания удалось спасти 37-летнюю женщину, ее госпитализировали. Но в доме оставались ее дети. Предположительно, им было полтора, четыре и шесть лет. Все они погибли. Как предотвратить подобные трагедии и что делать, если возгорание произошло? С начала года в Сарове произошло 36 пожаров, в которых погибло трое человек. Самая частая причина возгораний – неосторожность при курении – 15 случаев. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 7 возгораний. На третьем месте сразу две причины – неосторожное обращение с огнем и неисправность печи или дымохода. Пять случаев в нашем городе с начала года. Необходимые профилактические меры касаемо жилых домов и квартир со стороны граждан необходимо производить следующим образом – это следить за исправностью электропроводки, следить за исправностью газового оборудования, а также электрообогревательных приборов. Иметь первоначальные средства пожаротушения в виде огнетушителя, а также противопожарного полотна. Также перед сном очень важно выключать электроприборы из сети. При возгорании важно действовать оперативно. Если пожар локализовать невозможно, необходимо срочно эвакуироваться и помочь выбраться детям и пожилым людям, которым сложно передвигаться. Дышать только через мокрую ткань. Главное – сразу же вызвать помощь. При обнаружении пожара необходимо совершить звонок в пожарную охрану, либо в единую службу спасения по номеру 112, сообщить о случившемся. В свою очередь наши сотрудники пожарной охраны незамедлительно выезжают на место пожара и производят тушение, ликвидацию, возгорание. О мерах профилактики и алгоритме действий при пожарах сотрудники регулярно рассказывают юным саровчанам, проводят беседы в школах, а также информируют население. Саровчанка выступит на концерте с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Воспитанница детской школы искусств София Габелева прошла очное прослушивание, отбор к российскому фестивалю «Новые имена» имени Иветы Вороновой. В нем примут участие талантливые дети из Нижнего Новгорода и области. По чутким руководствам педагогов в детской школе искусств зажглась еще одна талантливая звездочка. Девятилетняя Софья Габелева удостоилась чести выступить в Кремлевском концертном зале с сопровождением симфонического оркестра. Девочка с первого раза прошла прослушивание отбор для фестиваля «Новые имена» в Нижнем Новгороде. Те, кто победили, они уже на следующий год отбор не проходят. Если у нее получится очень хорошо сыграть на самом фестивале, потому что на самом фестивале жюри уже приезжает из Москвы. Если она хорошо играет, ее отмечают, то она и на следующий проходит без отбора. Фестиваль ежегодно собирает в Кремлевском концертном зале талантливых солистов и лучшие детские музыкальные коллективы, которые прошли конкурсный отбор. Жюри фестиваля – это выдающиеся нижегородские и московские деятели культуры и искусства. На прослушивании Соня Габелева исполняла концерт для фортепиано с оркестром Моцарта. У нее есть мелодия, она очень красивая. И можно представить картину этого спектакля, когда кто-то играет музыку. Да, сначала было страшно, но потом не было страшно. Фестиваль «Новые имена» пройдет в Нижнем Новгороде 6 и 7 ноября. Юная пианистка из Сарова совместно с Нижегородским симфоническим оркестром откроет первый концертный день. В осенние каникулы для школьников в Молодежном центре начнут работу тематические осенние дачи. Ребята могут посетить смены про кино и страна здоровичков. Подробности далее. Во время осенних каникул Молодежный центр предлагает ребятам интересные с пользой провести досуг. С 28 октября по 3 ноября будут работать так называемые осенние дачи. Одна из них – про кино. Здесь школьники могут попробовать себя в съемках видеороликов, а также поиграть в тематические игры и квизы. С ребятами мы будем на этой смене снимать вайны, короткие видеоролики, тематические видеоролики. Мы приглашаем ребят на эту смену, те, кто любит снимать тиктоки, те, кто любит фотографировать и фотографироваться. Осенняя дача про кино ждет ребят от 12 до 18 лет. Все интересующиеся здоровым образом жизни могут посетить дачу «Страна здоровичков». Ее основное направление – профилактика вредных привычек и пропаганда ЗОЖ. О разных вредных привычках, о психоактивных веществах, то есть алкоголь, табакокурение, наркомания, пропаганда здорового образа жизни, как следить за собой, за своим здоровьем, как поддерживать полезные привычки, чтобы не воспользоваться вредными. «Страна здоровичков» ждет всех желающих от 14 до 18 лет. Все мероприятия можно посетить и совершеннолетним, но для них нужен будет QR-код. Осенние дачи в молодежном центре пройдут с 9 до 12 часов. За подробной информацией обращайтесь по телефону 99-108-99-112. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 22 по 24 октября там проходит «Медовая феерия». Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на «Медовой феерии» вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соту она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Их вы тоже найдете на выставке меда. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 24 октября с 10 до 17 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»